Лада на выезде обыграла Московская Динамо. Самарские дзюдоисты выступили на чемпионате Африки. Руководитель футбольного клуба Лада перешел на другое место работы. В очередном матче континентальной хоккейной лиги Тольяттинская Лада на выезде обыграла одного из лидеров западного дивизиона Московская Динамо. Счет во втором периоде открыл Иржи Гункес. В начале третьего периода Георгий Белоусов увеличил преимущество 2-0. В конце матча на две минуты был удален Федор Федоров, и москвичи тут же сменили вратаря на шестого полевого игрока. Маневр сработал, и Динамо забросило свою первую шайбу. У москвичей был еще один шанс забросить. Его предоставил все тот же Федор Федоров, который, едва выйдя на лед, получил 10 минут за неспортивное поведение и дисциплинарные до конца игры. Но Динамо не смогло разыграть преимущество, и счет встреч остался прежним 1-2 в пользу Лады. Благодаря этой победе тольяттинцы вплотную приблизились к зоне плей-офф. От занимающего восьмую строчку автомобилиста их отделяет всего 4 очка. Самарские дзюдоисты Ислам Хаметов и Хайбула Магомедов приняли участие в открытом чемпионате Африки. Турнир прошел в Тунисе. В финальном поединке в весовой категории до 100 килограммов Хайбула Магомедов уступил и в итоге завоевал серебряную медаль. Магомедов в своей последней схватке проиграл спортсмену из Великобритании Бенджамину Флетчеру. Хаметов по итогам чемпионата занял пятое место в весе до 66 килограммов. Оба борца входят в сборную России. Руководитель футбольной команды «Лада Тольятти» Валерий Медведик перешел на аналогичную должность в подмосковный клуб «Черданово». Валерий Медведик признавался лучшим администратором среди коллективов первой лиги. В тольяттинском клубе он начал работать в апреле 2013 года. Этот год был дебютным для тольяттинцев во втором дивизионе после возрождения команды. Валерий Медведик проработал в «Ладе» в общей сложности два сезона.